Здравствуйте! В этом кратком выпуске канала TranslatorsCafe.com я продемонстрирую эффект Баркгаузена. Мы услышим, как происходит изменение намагнеченности феромагнетика при изменении напряженности магнитного поля. Для нашего эксперимента мы воспользуемся сильным неодимовым магнитом. Катушка присоединена к диктофону. Мы слышим щелчки из-за эффекта Фарадея. Если магнитное поле достаточно быстро изменяется, в катушке течет ток, который преобразуется в звук, как в микрофоне. Вставим в катушку алюминиевую трубку, это может быть и стержень. Алюминий парамагнетик, поэтому мы не слышим звук. Латонный стержень дает тот же результат, так как тон является парамагнетиком. Парамагнетики втягиваются во внешнее магнитное поле. При этом в них образуется индуцированное внутреннее магнитное поле, действующее в том же направлении, что и приложенное поле. Теперь вставим в катушку пруток из мягкой стали. Железо – феромагнитный материал. При медленном перемещении магнита относительно стержня мы слышим звук, вызванный выравнивание магнитных доменов вдоль силовых линий магнитного поля. Это явление было открыто в 1919 году немецким физиком Генрихом Баргаузеном. Оно вызвано быстрым и скачкообразным изменением размера или ориентации магнитных доменов, которые представляют собой кластеры атомов, ориентированные в одну сторону. Вставим в катушку болт из легированной стали. Звук тоже есть, но значительно слабее, чем с прутком из мягкой стали, так как легированная сталь больше сопротивляется на магничивании. В серии других экспериментов мы покажем, как с магнитным полем взаимодействуют диамагнетики. Подписывайтесь на наш канал.